область знаний лекция на радио звезда крылатые космические корабли рассказывает старший научный сотрудник куратор космической коллекции политехнического музея павел гайдук область знаний сегодня хотелось бы поговорить про две большие монументальные космические программы которые называются мткс многоразовая транспортная космическая система самом деле в истории космонавтики таких программ было две это американская программа space shuttle которая была исторически первой и советская программа которая называлась энергия буран представляла она из собой необычный спускаемый аппарат который разделяется выводится в космос на какой-то обычной стандартной ракете а большой ракетоплан буквально так как первые космические корабли представляли пионеры космонавтики такие как фридрих цандер и константин циолковский однако что первая программа что вторая пускай по space shuttle было совершено 135 полетов энергия буран слетала в космос только один раз все эти проекты к сожалению были закрыты space shuttle был закрыт в 2011 году энергия буран же после фактом была закрыта уже после первого запуска в 1988 году сегодня хотелось бы поговорить на тему крылатого космоса и почему же от больших крылатых пилотируемых космических кораблей было принято на решение отказаться для начала я хотел бы затронуть немного теории космический полет это сложно для того чтобы что-то вывести в космос я буду повторять это раз за разом вам нужна ракета ракета которая разгонит вас до 8 километров в секунду что является первой космической скоростью эта скорость необходима для того чтобы космический корабль мог оставаться на устойчивой орбите вокруг нашей земли и сразу же возникает один небольшой нюанс естественно у любого космического корабля тоже есть маленькие ракеты которые позволяют ему передвигаться в космическом пространстве прыгать с одной орбиты на другую менять орбитальные параметры маневрировать и так далее нюанс этот заключается в сухой массе космического корабля если мы взглянем на знаменитую формулу циолковского которая позволяет вычислить вам какую скорость вы обретете если сожжете какое-то количество топлива то увидите что там есть отношение условно заполненные ракеты то есть ракеты с топливом к сухой массе этой ракеты то есть к массе ракеты без топлива что умножено на скорости стечения газов из сопла вашей ракеты и соответственно все это равно у нас скорости оказывается что сухая масса если ее очень очень много может уменьшить вашу характеристическую скорость при одинаковых запасах топлива условно говоря у нас есть воздушный шарик который мы можем надуть мы его надуваем отпускаем и он куда-то летит если к этому воздушному шарику приделать ну скажем так какую-то дополнительную массу это могут быть даже крылья они могут быть даже пластиковые то пускай у нас шарик полетит стабильнее немного за счет этих крыльев но улетит не так далеко как мог бы улететь если бы на нем этих крыльев не было как раз за счет того что мы на него навесили дополнительную массу первая проблема крылатых космических кораблей заключается в том что у них как ни странно есть крылья есть киль киль космического корабля буран скажем вам весит где-то около 8 тонн и представьте себе что такое киль он нужен для стабилизации полета самолета когда тот находится в плотных слоях атмосферы и на большом ракетоносителе энергия который весил 2400 тонн и все это был жидкий водород и жидкий кислород керосин большая двуступенчатая 60-метровая ракета представьте что часть этого топлива сгорала только для того чтобы доставить ненужный бурану в космосе киль на орбиту потому что этот киль понадобится только тогда когда буран выдаст тормозные импульсы и полетит к земле я не говорю про крылья которые были у бурана на самом деле если вы посмотрите на конструкцию бураном и space shuttle именно их орбитера как называют вот эту вот часть которая по сути является космическим кораблем вы увидите у них крылья но я сразу вам скажу что это не крылья это так называемое монокрыло потому что оно одно и собственно живот космического корабля так называемый он в принципе тоже является крылом весят они опять же очень много тонн и эти много тонн каждый раз при запуске того же самого space shuttle тратилось огромное количество топлива для того чтобы их вывести на орбиту чтобы этот корабль просто банально мог из космоса спокойно вернуться естественно получается что это как минимум энергетически невыгодно возникает второй вопрос а выгодно ли это экономически крылатые космические корабли область знаний с точки зрения массы космические корабли буран и space shuttle весят где-то порядка 100 тонн для справки современные корабли которые летают в космос сейчас союз весит 7200 килограммов то есть 7 тонн американский корабль crew dragon весит немногим больше он весит в зависимости от комплектации от 14 до 16 тонн а тут у вас корабль который весит 100 тонн естественно в конструкцию была зашита не только кабина для экипажа но и большой грузовой блок в котором можно было перевозить крупногабаритные грузы массой у урана вплоть до 30 тонн у space shuttle массой вплоть до 20 тонн естественно для того чтобы что-то большое в космос запустить нам нужна ракета больше даже если эта вещь сама по себе пустая возникает еще один нюанс для того чтобы внутри этого космического корабля все системы поддерживались в норме допустим температурная система есть большое количество гидравлики внутри таких космических кораблей то нужно каким-то образом от них отводить теплоту а собственно чем больше у вас космический корабль тем больше масса у вас уходит на систему тепловыделения то есть на большой корабельный холодильник который будет охлаждать у вас все внутри и таким образом под те задачи под которые обе эти системы проектировались они были большие и тяжелые поэтому космические корабли и весят 100 тонн но затронем стоимость запуска тут скажу сразу небольшую забавную историю когда люди из нас а уже на истечении программы аполлон в 1971 году пришли к президенту тогда сша никсону они презентовали ему программу space shuttle и сказали что это будет самый дешевый способ запуска в космос вообще вот у нас тут одноразовые ракеты были до этого а теперь будет многоразовый челнок который можно очень часто гонять на орбиту для того чтобы выводить спутники одним из тезисов дешевизны этой программы тогда была названа возможности чинить спутники в космосе то есть условно говоря мы запустили космический телескоп большой как это в штатах и было это реальная история про телескоп хаббл этот самый телескоп поломался и вместо того чтобы запускать новый телескоп а предыдущий просто спускать с орбиты топить его в плотных слоях атмосферы мы отправим туда space shuttle этот space shuttle подлетит схватит этот телескоп астронавты выйдут в открытый космос астронавты его немного починят и соответственно оставит в космосе также предполагалось что по истечению срока годности спутники можно будет чинить не только в космосе но забирать их из космоса на space shuttle там была такая функция можно было схватить спутник поместить его в грузовой отсек и вернуть его на землю потом чинить эти спутники на земле и потом запускать с помощью второй ракеты тогда в 1971 году казалось что все это довольно таки дешево но даже когда полностью наладили цепочку производственную подготовки вот этого space shuttle к повторному запуску производства больших водородных баков то оказалось что один пуск space shuttle обходится в минимум в 500 миллионов долларов все стоимости которые я сегодня буду называть приведены по состоянию на 2019 год ориентировочно если вы хотите запустить спутник с помощью ракеты-носителя допустим союз либо falcon 9 у них одинаковая стоимость то на это придется потратить порядка 45 миллионов долларов по-другому это где-то около 2 миллиардов рублей на один пуск и выходит что если вы хотите запустить спутник с помощью space shuttle вам придется переплачивать практически в 10 раз и как же так получилось что одноразовые ракеты все-таки дешевле чем многоразовые транспортные космические системы а все дело в том что если производить одну и ту же ракету на протяжении многих 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 лет и эта ракета у вас простая она является ну скажем так есть замечательное слово английское expandable это ракета которая можно целиком и полностью потратить у нас наверное ближайший аналог на русском языке это ракета одноразовые то к ней предлагаются определенные технические требования у вас ракета банально просто может быть простой за счет этого американская ракета falcon 9 пускай выводит и 20 тонн на орбиту но за счет возвращения первой ступени она такая же дешевая как и наш союз который может вывести 7 тонн но сколько денег нужно было потратить чтобы такую ракету можно было создать это уже второй вопрос отдельно стоящий а ракеты-носители которые одноразовые они в общем и целом являются довольно таки дешевыми и если мы возвращаемся к крыльям то естественно чтобы вывести в космос 100 тонн вам нужна не простая ракета вам нужна сверхтяжелая ракета-носитель коих за всю историю космонавтики на самом деле было не так уж и много если подумать это американская ракета saturn 5 это из тех что летали в советском союзе была ракета которая называлась энергия который как раз таки запускала буран это мы не говорим про те ракеты которые вроде бы как можно считать сверхтяжелыми вроде falcon heavy или советской ракеты n1 потому что первую в принципе сверхтяжелой нельзя считать а n1 так никуда к сожалению и не полетела таких ракет как я уже сказал в истории было всего лишь две и теперь представьте что для того чтобы каждый раз запускать ваш челнок в космос вам нужно строить и запускать сверхтяжелую ракету-носитель в случае с советской программой энергии буран ракета была целиком и полностью одноразовый то есть для того чтобы запустить в космос многоразовый буран нужно было потратить и полностью уничтожить сжечь сверхтяжелую ракету лунного класса с помощью которой на полном серьезе можно было было отправить пилотируемый космический корабль на луну если бы он был крылатые космические корабли область знаний в случае с шаттлом все было немножко сложнее потому что сверх дорогие двигатели которые работают на жидком водороде и жидком кислороде в случае с энергией бураном стояли на ракете-носителем и в итоге сгорали а в случае со спейс-шаттлом они стояли на самом челноке который непосредственно являлся полезной нагрузкой и летел в космос а большой бак водород кислородный из которого топливо шло в эти самые двигатели это была в своей сути единственная часть которая действительно терялась она сгорала в итоге в плотных слоях атмосферы боковые ускорители спейс-шаттлов которые работали на твердом топливе и по сегментам вылавливались из океана и в итоге запускались повторно не так давно в 2021 году состоялся дебютный пуск ракеты под названием SLS это тоже сверхтяжелая ракета которая тоже способна вывести порядка 100 тонн интересно то что в этой ракете использовали кусочки боковых ускорителей которые летали на первой и на последней миссии спейс-шаттла то есть эти миссии были STS-1 и STS-135 даже спустя много лет да получается спустя 40 лет после запуска первого шаттла кусочек ускорителя самого первого шаттла снова полетел в космос и казалось бы у нас есть спейс-шаттл который должен быть все дешевле 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 и дешевле вот мы не используем только центральный водородный бак однако возникли другие проблемы потому что сам челнок так как он многоразовый нужно постоянно обслуживать то есть проводить какие-то технические операции с ним для того чтобы он по-прежнему мог в космос летать естественно эти операции стоят денег есть теплозащитная плитка которая отваливается которой нужно менять а в случае с некоторыми полетами всю эту плитку нужно было перебирать на челноке перепереклеивать где-то что-то менять и понятное дело что это также стоит денег а если посмотреть на сам челнок он в длину практически 40 метров то понятное дело что такие работы конечно же были тяжелы когда в советском союзе начались работы по энергии бурану то было принято решение аэродинамические характеристики спейс-шаттла просто банально скопировать и была такая логика в том что спейс-шаттл уже летает и он работает то есть зачем нам что-то новое придумывать это был довольно таки неправильный с моей точки зрения подход потому что до этого был проект еще одного крылатого корабля который назывался спираль однако концептуально он слишком сильно отличался от спейс-шаттла это был такой своеобразный космический корабль разведчик или космический корабль истребитель маленький самолет и компактный на двух космонавтов который мог очень быстро летать в космосе прыгать с орбиты на орбиту перехватывать вражеские спутники разрушать их и так далее те работы которые были произведены по спирали нашим ученым конструктором глебом евгеньевичем лазином лазинским который стал в итоге генеральным конструктором системы буран вот именно челнока орбитального эти наработки перешли программа в программу бурана с бураном при проектировании все оказалось немного тяжелее потому что валентин петрович глушко который в свое время не смог сделать не захотел вернее делать двигатели для лунной ракеты королёва n1 после того как эта программа была закрыта в 74 году также захотел себе сверх тяжелую ракету который в итоге и сделал на это та самая ракета-носитель энергии но в силу балансировки в силу того что повторить эту схему на все сто процентов не получилось ракета была отдельным от бурана технологическим конструктом в этом есть как плюсы так и минусы минусы очевидны эта ракета жутко дорогая потому что на боковых блоках использовались дорогие двигатели rd-170 на центральном блоке использовались жутко дорогие двигатели rd-0 120 это в принципе единственный водородный двигатель в советском союзе который все-таки куда-то смог слетать и можно представить теперь что все 2400 тонн ракеты просто разбиваются частично об казахстанскую степь а частично сгорают плотных слоях атмосферы да возвращается только буран основным пунктом тогда было в том что помимо самого бурана у нас есть еще отдельная ракета и на этой отдельной ракете можно также запускать различные полезные грузы к сожалению история космонавтики не знает и грузов которые весят 100 тонн вне зависимости от того что вы хотите сделать в спутнике они всегда меньше и возможность запустить допустим 40 тонн на геостационарную орбиту это простите меня конечно круто но бессмысленно потому что спутники мы стараемся делать в нынешней общей атмосфере компьютеризации все меньше компактнее растут вычислительные мощности и так далее и в результате ракета была создана создана она была под буран ракета стоила очень очень дорого как и сам челнок однако ракета это просто банально не нашла себе применение вот за всю программу буран если мы берем рубли образца конца восьмидесятых было потрачено где-то порядка 16 миллиардов работало более 600 тысяч человек крылатые космические корабли область знаний эта программа была закрыта по причине ее ужасной дороговизны и того что советский союз в 1988 году был уже немножко не тем государством которым он был в середине 60-х что я думаю довольно таки очевидно всем в америке же эта программа была закрыта потому что она была небезопасной два челнока это челленджер в 1986 году и колумбия в 2003 то есть совсем недавно получается около 20 лет назад погибли по разным причинам в первом случае из-за того что шаттл полетел в плохие погодные условия тогда на космодроме была отрицательная температура настоятельно рекомендовали не делать запуск однако запуск все-таки был совершен прорыв уплотительного кольца гибель экипажа и колумбия которая погибла при входе в атмосферу что тоже довольно таки глупая ситуация была когда летали спайс шаттлы часто фиксировали такую ситуацию что лед который отваливался от центрального топливного бака а я напомню там жидкий водород при температуре практически в минус 270 градусов цельсия так вот от этого бака отваливался лед то что этот лед может повредить теплозащиту космического челнока узнали еще в 1981 году при первом же полете этого самого спайс шаттла но решили как-то об этом забыть и в 2003 году как раз таки один из таких кусков льда судя по всему отколол одну маленькую плитку теплозащитную из шаттла колумбия и когда этот шаттл вошел в плотные слои атмосферы достаточно маленькой дырки в тепловом щите для того чтобы плазма в итоге могла разрушить вам гидравлическую систему и сделать так что весь челнок просто банально разрушится при полете через плотные слои атмосферы соответственно эти два фактора что это было не совсем безопасно было непонятно как спасать экипаж в случае какой-нибудь страшной нештатной ситуации в нашем буране кстати такую систему сделали была система катапультирования которая позволяла катапультироваться даже на гиперзвуковых скоростях когда челнок находится на высотах уже порядка 50 60 километров с дальнейшим спуском на парашюте в итоге жуткая дороговизна энергетическая неэффективность и просто банально то как устроена космонавтика то как она развивалась семидесятых по сей день поставила крест на таких космических кораблях которые имеют крылья потому что если у вас есть крылья значит это а энерго неэффективно б это дорого с скорее всего у вас очень уж большие эти космические корабли потому что они имеют крылья а значит они являются тяжелыми а значит нужны большие средства введения но если говорить уж совсем простым языком то а в космонавтике решает одна вещь это ресурсы если говорить совсем проще то это деньги многие сейчас спрашивают почему мы не можем полететь на луну мы можем это сделать мы можем это сделать через пять лет можем и через 10 только дайте пожалуйста на это денег потому что у всех полетов как и у челноков так и у полетов на луну должен быть хоть какой-то практический смысл запуская спутники практический смысл есть у нас есть связь запуская космонавтов на мкс практический смысл есть у нас есть различные эксперименты которые помогают нам жить на данный момент на земле но крылатые корабли к сожалению своего места в космонавтике не нашли. Сейчас проекты крылатых космических кораблей также есть, они презентовались на королевских чтениях, которые состоялись в этом году, в прошлом году и так далее, но все эти проекты являются довольно-таки маленькими и служат немного иным целям. А если вдаваться совсем в глубокие подробности, то хочу вам сказать, что у любого космического корабля, возвращающегося из космоса сейчас, тоже есть крыло и возможность управлять при спуске ориентации этого корабля. Им служит днище космического корабля, которое позволяет им скользить и за счет подъемной силы так или иначе маневрировать при спуске через плотные слои атмосферы. Поэтому, если вы понимаете крыло как крыло самолета, то, скорее всего, таких космических кораблей уже не будет. А так, крылья, хоть и в немножко ином понимании аэродинамическим, есть, конечно же, практически у любого космического аппарата. Но на этом про энергию Буран и Space Shuttle мы закончим. Проектов такого класса, скорее всего, уже не будет. Рассказывал старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук.